Продолжение следует... Шотландия подтвердила, что имеет право решать свое будущее. Шотландия заявляет, что решение о Брексите принималось без поддержки шотландцев. Фактически в 2016 году 62% жителей Шотландии проголосовали против Брексита. С 2016 года призывы к независимости от Великобритании усилились. Совсем недавно первый министр Шотландии Николай Стерджин от партии HNP заявила в своем ответе 24 декабря 2020 года, что Брексит происходит против воли шотландцев. Она также отметила, что в Шотландии пора наметить собственное будущее как независимого европейского государства. Затем в новогодний день 2021 года Стерджин заявила изданию COAT «Пора поставить себя на место водителя нашего собственного будущего Шотландии». У Шотландии горькая история взаимоотношений с Британией. В XII веке Англия вторглась в Шотландию. В 1296 году началась первая война за независимость Шотландии. В 1328 году Шотландия вернула себе независимость. Затем вскоре началась вторая война за независимость в 1332 году, которая завершилась в 1357 Бервиксским мирным договором. В 1707 году союзный договор создает Соединенное Королевство Великобритании с включенной в нее Шотландией. В 1934 году основена Шотландская национальная партия – ШНП. В 1973 году Великобритания присоединяется к Европейскому экономическому сообществу, которое позже было переименовано в Европейский союз. В 1979 году референдум о передаче полномочий в Шотландии проводится, но не набирает необходимых 40% голосов электората. В 80-е годы ШНП переживает упадок на выборах. Референдум 1997 года показывает подавляющую поддержку отдельного шотландского парламента с полномочиями по сбору налогов. В 1999 году проходят выборы в первый парламент Шотландии, состоящий из 129 депутатов. В ноябре 2013 года правительство публиковает «Будущее Шотландии», в котором обосновывает необходимость независимости. 18 сентября 2014 года проходит референдум о независимости. 55% шотландцев проголосовало за выход из Соединенного Королевства и превращение Шотландии в независимое государство. Перенесемся в 2021 год. Идея независимости Шотландии пользуется все большей поддержкой большинства населения Шотландии. Люди в Шотландии просто недовольны Брекситом, потому что Шотландия не входит сейчас в Европейский Союз. Но теперь они хотят покинуть Соединенное Королевство, возможно, снова присоединиться к ЕС в качестве независимой организации вдали от Великобритании и ее политики. Мы both voted yes, и, естественно, в Европейском реперендуме, мы voted to remain. So we're very strong about both these things, very strong about Scotland being an independent nation, and we're very strong about Scotland being within Europe. Scotland is just an independent country, break the union, get back to independence, and that's what we want. That's always been our goal. Never been very big fans of the Westminster regime. Такое несогласие с режимом Лондона всегда расстраивало британскую королеву. Даже в дни, предшествовавшие референдуму 2011 года о независимости Шотландии, королева нарушила свое молчание и призвала шотландцев хорошенько подумать о будущем, прежде чем голосовать за независимость. Это было вновь подтверждено тогдашним премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном, который фактически призвал шотландцев отказаться от своих стремлений к независимости от Великобритании. Ограничение суверенитета Шотландии всегда было позицией Лондона, и когда к власти пришел нынешний премьер-министр Борис Джонсон, многие указали на его позицию против независимой Шотландии. Согласно британской газете Times, Борис Джонсон снова отклонил требования о проведении еще одного голосования по вопросу о независимости Шотландии. Он считает, что повторного голосования за независимость Шотландии не должно быть в течение следующих 40 лет, с момента последнего голосования в 2014 году. Еще в 2020 году Борис Джонсон дал понять, что выступает против независимости Шотландии. Таким образом, по словам Бориса, голосование за независимость Шотландии в 2014 году было референдумом, который проводится раз в поколении. Маловероятно, что Лондон допустит это еще раз. Первый министр Шотландии Николай Стерджин, настаивающий на проведении нового референдума о независимости, ухватилась за комментарии Джонсона. Она сказала, стоит добавить эти комментарии премьер-министров закладки, чтобы вспомнить о них в следующий раз, когда Тори, консерваторы, заявят, что они не угрожают полномочиям шотландского парламента, или, что еще более невероятно, когда они поддерживают передачу больших полномочий. Так изменит ли новый референдум ситуацию? Согласно недавнему опросу Скотсман Саванта Камбрес, 58% избирателей в Шотландии намерены голосовать за 42% против независимости, если референдум о независимости Шотландии состоится сегодня. Согласно опросу, 40% избирателей считают, что второй референдум о независимости должен состояться в течение ближайших двух лет. Опрос проводился всего за несколько месяцев до майских парламентских выборов в Шотландии, которые в конечном итоге определяют курс на возможный второй референдум о независимости Шотландии. Независимые политические аналитики, бывший директор исследования компании Ипсос, считают, что Великобритания сделала невозможным повторное проведение референдума. Опрос скотсман Саванта Камбрес также предполагает, что шотландская национальная партия, HNP, возглавляющая призывы к референдуму, получит 71 кресло, если выборы состоятся сегодня. Это на 8 мест больше, чем на последних выборах в 2016 году. HNP также считается самой надежной стороной по нескольким ключевым вопросам, включая традиционно сильные консервативные области, такие как экономика, рабочие места и образование. 23 июля 2020 года первый министр Шотландии Николай Стерджин, выступая на брифинге, сказала, что Шотландия снова будет добиваться независимости. Это послание шотландцам и всему миру вызвало чувство эйфории у жителей Шотландии, которые на протяжении поколений добивались независимости от Британии. Подобные марши в последнее время стали весьма популярны в Шотландии. Пока еще неизвестно, ответит ли власть Великобритании на многолетнее стремление шотландского народа к свободе, когда время неизбежно наступит. Или еще одно поколение будет вынуждено жить под властью новых завоевателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова